Российская дочка Роснефти, находящаяся на территории Германии, называются они там Роснефть Дойчлайн, предлагает Минэкономике ФРГ альтернативу своей нефти на фоне намерения властей Германии отказаться от поставок в 2023 году. Казалось бы, а при чем тут Казахстан? А дело в том, что эту альтернативу российская компания видит именно в нас, чтобы нефть, добываемую в Казахстане, отправлять по трубопроводу с громким названием «Дружба», которая не попадает под санкции, и уже в немецком городе Швед местный НПЗ сможет запускать процесс переработки. Сабина Тургаева пыталась понять, насколько это вообще возможно и, главное, кому выгодно. Эмбарго ЕС на российскую нефть вступит в силу через полгода. Это серьезно угрожает нефтеперерабатывающему заводу в немецком Швеции, который получает черное золото под трубопроводу «Дружба». Интересно, что основным собственником завода является российская госкомпания «Роснефть». Руководство заявило, что готово снабжать этот НПЗ сырьем из Казахстана. Они направили предложение правительству Германии еще месяц назад, но ответа не получили. Возможно, потому что лукавят. По мнению казахстанского эксперта Ужаса Байдельдинова, гнать исключительно казахстанскую нефть по «Дружбе» практически невозможно. Так или иначе, там идет в основном российская нефть с российских месторождений. Даже если казахстанская нефть будет поступать туда физически. Представьте, нефть провод, который прокачивает 60 миллионов тонн в год. В него зашло 5 миллионов тонн. И сказать, что на выходе конкретно вот эти 5 миллионов тонн, вот конкретно в этой части трубы, это казахстанская нефть, конечно, такого не бывает. Это блендинг, это смешение всех сортов. Эту дружбу построили еще в 60-х годах прошлого века для экспорта нефти из Советского Союза в Европу. Нефтепровод проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря. Затем разветвляется на два участка. Северный по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы. И южный – это Украина, Чехия, Словакия и Венгрия. В систему входит почти 9 тысяч километров трубопровода, по которому ежегодно экспортируется 66,5 миллионов тонн черного золота. Казахстанская нефть с дружбой напрямую пересекается в Самаре. У нас есть трубопровод от Ирау Самара, по которому сырье движется из Узеня. В Самаре казахстанское черное золото смешивалось с российским и уже под брендом Юрлс продавалось в третьи страны. Так было до санкций ЕС. После них российская марка существенно упала в цене, и нашей стране пришлось изобрести собственную. Так вот, по мнению аналитика Андрея Чеботарева, мы рискуем, даже если Германия согласится покупать нашу нефть по дружбе. Мы сейчас теряем деньги на том, что смешиваем нефть с российской. Именно поэтому наши изобрели новую марку, чтобы продавать ее отдельно и не делать эту скидку, которая есть на российскую нефть. Если это все будет продаваться под нашей нефтью и российской тоже, мы, конечно, какое-то время будем в плюсе, пока западные партнеры не поймут, что где-то там она мешается с российской, они на самом деле покупают российскую нефть. И тогда, конечно, нас будут ждать вторичные санкции. Другими словами, важно, чтобы теперь уже российская нефть не продавалась под нашей маркой. А определить истинное происхождение сырья при желании можно. Да и 15-16 миллионов тонн в год, которые прокачиваются по Атырау Самара, вообще никак не повлияют на Германию. Ежегодная потребность которой более 100 миллионов тонн. Можно было бы говорить об успешном замещении казахстанской нефтью, если было бы возможно перенаправить весь казахстанский экспорт, который мы отправляем по КТК. Но это уже совсем за гранью. Сабина Тургаева, Мольдер Шагарбай, Студия 7.